В эфире информационная программа «Аллату» в студии работы Яна Султанчиков-Веков. Здравствуйте и смотрите программе. На сегодняшний день процесс подачи тепла в Бишкеке идет полным ходом. Более 50% социальных учреждений и жилых домов уже отапливаются. Перевалы Туашу и Алабель открыты для движения. На 129 и 154 километрах автодороги Бишкек-Ош дежурят службы спасения. Сотрудники региональных отделов МЧС находятся на месте и контролируют ситуацию. Абитуриенты могут получить образование на бюджетной основе в ведущих вузах России. Руководители высших учебных заведений Иркутска и Томской областей посетили Каргастан и рассказали молодежи о преимуществах и возможностях обучения за рубежом. Перевалы Туашу и Алабель открыты для движения. На 129 и 154 километрах автодороги Бишкек-Ош дежурят службы спасения. Сотрудники региональных отделов МЧС находятся на месте и контролируют ситуацию. Дорога расчищена от выпавшего накануне снега. Проезжая часть засыпана песком и солью. Подробнее о текущих погодных условиях на высокогорных участках в материале Нурбек-Айманова. В ночь с 5 на 6 октября в Кыргызстане местами выпал снег. На высокогорных участках автодороги Бишкек-Ош высота снега составила примерно 4-5 сантиметров. Дорога сейчас открыта в обе стороны. На сегодняшний момент опасность не наблюдается, так как по автодороге Бишкек-Ош работают наши дорожники. Это ДУ-9, это по перевалу ТО-Ашу, и по перевалу Алабель это ДУ-23. Наши дорожники с утра произвели очистку и подсыпку данной дороги. Интенсивность транспортного потока очень высокая. По данным Минтранса, от 6 до 7 тысяч машин в сутки. Заторов на дороге, по данным ведомства, нет. В ночь на 6 и 7 октября ожидается снижение температуры от 2 до 4 градусов в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Все соответствующие службы и граждане уведомлены. На 129 и 154 километре автодороги Бишкек-Ош дежурят спасатели. Сотрудники региональных отделов МЧС держат обстановку под контролем. Также круглосуточно работает служба 112. Температура в октябре в этом году, по данным информации синоптиков, будет ниже средней годовой нормы. А в горных и предгорных районах ожидается снег и дождь. В дальнейшем с 12 октября ожидаем уже повышение температуры воздуха. Дневные температуры воздуха уже будут колебаться от 11-16 до 18 градусов. Далее во второй декаде, после 15 октября, ожидаем повышение температуры воздуха. Возможно, до 20 градусов будет прогреваться дневная температура воздуха. И ночные будут колебаться от 1-6 до 8-10 градусов тепла. МЧС призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть крайне осторожными перед выездом на дорогу, проверить техническое состояние автомобилей и сменить летние шины на зимние. На сегодняшний день процесс подачи тепла в Бишкеке идет полным ходом. Более 50% социальных учреждений и жилых домов уже отапливаются. В течение пяти дней в каждом доме и соцучреждении будет тепло, заверяют Бишкек Теплосети и Бишкек Теплоэнерго. Это средняя школа номер 96, расположена в жилмассиве Аккордо. Здесь обучаются более 3000 учеников. Этот учебный год начался в традиционном режиме. Несмотря на первый снег и наступление холодов в классах, где обучаются дети, довольно тепло. У школы своя котельная, которая расходует в день около тонны угля. Наша школа отапливается углем в здании тепло. Отопление начали подавать со вчерашнего дня. В каждом кабинете есть термометры. Для обучения детей созданы все необходимые условия. На сегодня Бишкек Теплосеть ведет работу по подключению абонентов к центральному теплоснабжению. На сегодняшний день подключено около 1500 жилых домов, 40 медицинских учреждений и детских садов. Всего около 70% абонентов. Акционерное общество Бишкек Теплосеть обеспечивает теплом и горячей водой порядка 206 социальных учреждений. На данный момент в целом 67% абонентов подключены к центральному теплоснабжению. Из 206 социальных объектов 55 это школы, 71 это учреждения здравоохранения и 80 дошкольных учреждений. Отметим, Бишкек Теплосеть обеспечивает теплом около 80% горожан. Остальные отапливает коммунальное предприятие Бишкек Теплоэнерго. Здесь рассказали, что некоторые объекты пока не подключены к сети из-за неподготовки системы отопления. Некоторые объекты здравоохранения южных районов также не готовы к подаче тепла. В некоторых местах тепло получают, в некоторых классах, в некоторых еще нет. Так как сейчас идет регулировка, где есть воздух, сбрасывает воздух, где вентиля, которые, может, закрывают какое-то крыло. Вот на этом этапе они сейчас проводят регулировку. Кроме того, есть социальные учреждения, это больницы. Это у нас находится микроорганизм Джалис, больница детская, 4-й горбольница. На данный момент они еще тепло не получают, так как у них еще система отопления не готова. Они попросили отсрочку еще 2-3 дня. Усиленно работает, как закончат, мы подадим тепло. Социальным объектам, а именно школам, детским садам и учреждениям здравоохранения тепло подали в первую очередь. Однако там все еще идет проверка системы отопления. Если же учреждения своими силами не смогут решить проблему, то к ним будут направлять специальные бригады. Напомним, в связи с маловодьем в республике гражданам рекомендовано экономить электроэнергию. Достанка сканов Тимур Садагалиев, Аллато 24. Президент издал указ о назначении судей для 9 кандидатов. Советам по отбору судей на имя президента Садарджиопарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 9 кандидатам в некоторые суды Чуйской, Ожской, Джалабадской областей и Бишкека. С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 9 кандидатам для назначения на должность судей. Серьезные нарушения на парламентских выборах ровно год назад стали причиной недовольства избирателей. Никакой реакции от соответствующих госорганов тоже не последовало. И как сейчас, анализируя произошедшее, говорят политические аналитики, тогда были созданы все условия для того, чтобы лидировали сразу две провластные партии. Ход шли самые разные методы, включая форму номер 2, которая стала механизмом контроля людей, чьи голоса были куплены. А руководители госорганов обеспечивали одну из политпартий денежными средствами для избирательной кампании. Аяна Дюшекиева продолжит тему. В самом начале немного хронологии. После объявления итогов парламентских выборов начались массовые митинги. Требовали тогда избиратели лишь одного – справедливости. Те выборы стали последней каплей. Граждане были возмущены такими результатами плебисцита, учитывая то, что сопровождался он серьезными нарушениями. Причем соответствующие госорганы никак на них не реагировали. Самый массовый подкуп в истории страны. Так политические аналитики говорят про все те ухищрения, которые были использованы на парламентских выборах в 2020-м. Имея в виду в первую очередь так называемую форму номер 2. Она стала механизмом контроля избирателей, чьи голоса были куплены. Граждане могли проголосовать не по месту прописки, а на других участках. Таких избирателей-кочевников в прошлом году было порядка полумиллиона человек. То есть это огромная армия избирателей, которые находились именно под контролем через подкуп голосов избирателей. То есть политические партии они могли проконтролировать. Потому что если избиратель голосовал бы на своем участке, он бы психологически мог проголосовать, например, за другую политическую партию. А здесь, когда их, например, везут с одного участка на другой участок, то есть они психологически находились именно под контролем, под давлением. И им об этом и говорилось, что если они проголосуют за другую политическую партию или же за другого кандидата, они смогут определить. Впрочем, подкупали тогда избирателей и напрямую. Сообщения в ЦИК и правоохранительные органы поступали со всех регионов страны. Но и здесь никаких мер предпринято не было. Оказаться в лидерах сразу двум провластным партиям, как отмечают аналитики, позволило и использование административного ресурса. А денежные средства для избирательной кампании одной из политических партий находили руководители госорганов. Ну как находили? Скорее требовали и вымогали. Потому-то выборы эти называют самыми грязными в истории страны. То, что две партии разделили почти 90% голосов, ну это противоестественно. Нельзя рассматривать административный ресурс в отрыве от финансовых ресурсов партии. То есть эти две фактора, они как бы выступили дуэтом, к сожалению. То есть административный ресурс был вне избирательных участков. Я, например, считаю, что закрытие глаза и якобы не видеть нарушения – это тоже административный ресурс. Потому что местная власть, местные правоохранительные органы, они должны видеть это. Это их обязанность реагировать на нарушения. Но, к сожалению, этого не произошло. Многочисленные факты фальсификации результатов выборов и октябрьские события, как сейчас говорят политологи, во многом стали поворотным моментом в истории страны. Аннулирование результатов выборов, отставка тогдашних властей. В стране еще несколько дней сохранялся политический кризис. К власти тогда пришел Садыр Джапаров. В рамках закона стабилизировать ситуацию удалось. Любой депутат, который исполнял обязанности президента Кыргызской республики, автоматически пользовался недоверием и мог вызвать, наоборот, очередную волну массового недовольства. То же касается и других политиков, которые когда-то были у власти. Поэтому Садыр Джапаров, человек, пострадавший за свои идеи, за свои предложения, которые вносил, за свои действия, в принципе, он воспринимался с большей благосклонностью, чем другие кандидаты, появившиеся в политических событиях октября 2020 года. 10 января Садыр Джапаров одержал победу на президентских выборах. В апреле граждане поддержали новую конституцию. В ней заложены системные изменения. В том числе и того, что касается выборов. Открытые партийные списки и одномандатные округа. А то, что нынешняя власть закрывать глаза на нарушения не будет, демонстрирует тот факт, что результаты выборов депутатов городские Кенеши, Бишкека, Аша и Токмака были аннулированы после многочисленных сообщений о нарушениях избирательного процесса. Аяна Дюшикеева, Сентурабыкеев, Аллато 24. Октябрьские события прошлого года наглядно показали, что народ устал от ожиданий и сменяющих друг друга политиков, которые не несли, по сути, ни за что ответственности. Нынче же все целиком и полностью возложено на плечи президента, поскольку он избран народом. Тему продолжит Улан Косянов. Нечестные выборы, неэффективная и непрозрачная борьба с коррупцией, игнорирование социально-экономических проблем и провал борьбы с пандемией коронавируса – это главные причины того, что у народа попросту лопнуло терпение. Тогда кыргызстанцы, на грани отчаяния, потеряв веру в справедливость, оказали доверие и возложили свои надежды именно на Садыра Джапарова. В некоторых странах количество переворотов зашкаливалось до 200, пока они не образумились и не поняли, что надо думать о народе, о простых людях, о пенсиях, зарплатах, работе и так далее. Предыдущая власть с 2010 года и раньше показала, что оно совершенно стало черствуем к интересам простых людей. Вот это особенность нашего момента. А кыргызское общество, оно построено на принципах справедливости. Осознав возложенную на него огромную ответственность, Садыр Джапаров решает принять бразды правления, но через правовое русло, соблюдением законодательства страны и даже тогда отдельные лица затягивали с принятием решения, вспоминают эксперты. В рядах парламента были депутаты от тех партий, которые и стали, так сказать, виновниками народного гнева. Разумеется, они объявили бойкот власти. Позже, собравшись в гостинице «Достук», отдельные парламентарии ссылались на отсутствие кворума. Но уже в третий раз в госрезиденции принято судьбоносное решение. В свою очередь, новая власть взяла на себя все обязательства, что до того момента было в новинку. Поняв, что почти весь народ уже сделал свой выбор, парламент принимает решение в пользу Садыра Джапарова. Именно поэтому я думаю, что сегодня на посту главы государства он подчеркивает, что не позволит повториться былому, не даст применить админресурс, тем самым дав возможность самому народу сделать выбор. Все процедуры проведены были согласно закону. 15 октября тогдашний президент Сурамбай Джеймбеков, добровольно сложив в себя полномочия, передает страну Садыру Джапарову. Таким образом, можно сказать, что власть, которая в октябре год назад пришла, она сделала максимально все возможное для того, чтобы быть легитимным, чтобы признала не только его крыльское общество и наши граждане. Но для нас было важно, чтобы эту новую власть призняло и мировое сообщество, международные организации, что действительно и произошло по сравнению с предыдущими годами. Сегодня октябрьские события эксперты называют поворотным моментом в истории современного Кыргызстана и связывают надежду с тем, что пережившая неоднократные потрясения республика встанет на путь развития. Улан Касенов, Азамаджапаков, Аллато, 24. За год после октябрьских событий завершено строительство нескольких километров дорог республиканского значения. Размеры пенсии были увеличены на 8%, пособий же на 50%. Также за полгода в сжатые сроки к обмину удалось восстановить дома, соцобъекты, разрушенные во время событий на Кыргызско-Таджикской госгранице. Ну и за год президентства решен самый главный вопрос – вопрос кумтора. Елизавета Балбакова продолжит тему. Весной этого года Кабмин предъявил в Центре миллиардные экологические иски назначил внешнего управляющего в кумторе. Им стал Тенгиз Болтурук. На сегодня президентом осуществляется полный контроль над месторождением. Сейчас полноценная работа предприятия продолжается. Для этого есть специалисты, имеющие достаточный уровень квалификации и профессионализм. Если произойдет национализация, я думаю, потенциал специалистов по добыче золота Кыргызстана достаточно высок. Кыргызстан самостоятельно может добывать золото. Депутатская комиссия по изучению деятельности кумтора выявила, что компания Центера вела разработку рудника с нарушением всех мыслимых и немыслимых экологических норм. Был определен размер нанесенного ущерба. ГКМБ начал расследование сразу по нескольким уголовным делам по коррупции, связанной с подписанием невыгодных для страны соглашений с канадцами. Фигурантами проходят бывшие президенты, премьер-министры и депутаты. Прошли переговоры в Женеве по инициативе канадской страны. За всем этим стоит немало усилий и контроля со стороны президента, говорят эксперты. То, что президент Сады Джапаров пришел и в своих предвыборных обещаниях, и в последующих своих делах, он выполняет свои обещанные дела, забрал, ну, как бы идет вопрос к национализации кумтора, ну, это очень хороший вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... События в сжатые сроки и до наступления холодов Кабмину удалось восстановить дома и соцобъекты, разрушенные во время трагических событий в апреле этого года. Все усилия власть, как и обещала, направила на защиту приграничных территорий, отмечают аналитики. В августе 27-го президент, посетив Баткенскую область, передал ключи от новых домов. Жителям села Махсад, пострадавшего во время конфликта. На тот момент 84 семьи заселились в новые дома. Более того, в селе Махсад построен новый фельдшерско-акушерский пункт, футбольное поле, восстановлена средняя школа. Также в селе проведена питьевая вода, проложен асфальт, установлено уличное освещение. Мы замечаем, что президент уделяет особое внимание Баткенской области. Дома построены качественно и своевременно. Конечно, в таком нелегком вопросе, как строительство жилых домов, требуется время. Тем более, там пострадали много строений. И все за один миг сделать невозможно. Другим приоритетным направлением госполитики является улучшение социально-бытовых условий граждан. Это всегда особо подчеркивает президент Садыр Джапаров. Так, с 1 апреля на 100% были повышены зарплаты работников центров семейной медицины, на 50% остальных работников сверхздравоохранения, а также работников культуры. Более того, с октября средний размер пенсии увеличился на 8%. Сейчас он составляет 6200 сомов. Также на 50% увеличены размеры ежемесячных социальных пособий. Столь трудное время в условиях пандемии. Это в определенной мере улучшило социально-финансовое положение кыргызстанцев, отмечают эксперты. В Алабукинском моильном округе активно идут работы по подведению чистой питьевой воды в каждое домохозяйство. Проект, оцениваемый более чем в 300 миллионов сомов, завершится в следующем году. Он охватывает 90% сельской местности. Кроме того, в регионе ведется работа и по улучшению инфраструктуры. Работы по подведению чистой воды в Алабукинском сельском округе начались в мае. Реализация проекта разделена на три этапа. На сегодня завершена треть работ. Тендер выиграли. Три компании в настоящее время прокладывают трубы. Наша компания выиграла один лот. Общая стоимость – 110 миллионов сомов. В рамках проекта мы проложим 29 километров водопроводных труб. Кроме того, мы построим очистные сооружения и реконструируем резервуар. Питьевая вода подается из ручья, который расположен в 12 километрах отсюда. Помимо магистрального водопровода, внутри сел будут проложены более 100 километров труб. Ориентировочная стоимость проекта по обеспечению чистой водой – 354 миллиона сомов. Средства, предоставленные Исламским банком развития, 12% из которых – это возвратная сумма, остальное – на грантовой основе. Это трехлетний проект. В прошлом году мы подготовили все детали и дали разъяснение общественности. Строительство началось в этом году. В составе Алабукинского округа три села с населением более 30 тысяч человек. По завершении проекта 90% населения будут обеспечены питьевой водой. Установка счетчиков будет профинансирована со стороны Айлок Мэтю, а непосредственно закуп водопроводных кранов и оплата за работу по подведению труб в каждое домохозяйство будет осуществляться самими жителями. Помимо обеспечения населения чистой водой в Алабукинском сельском округе ведется работа по асфальтированию внутренних дорог. В этом году планируется проложить 4 километра. На эти цели из местного бюджета выделен 21 миллион сомов. Плохое состояние наших улиц было большой проблемой и неудобством для жителей. На протяжении многих лет сейчас дороги асфальтируют, и мы очень рады этому. Наряду с ремонтом дорог ведется и реконструкция центрального парка. Здесь будут заасфальтированы 11 тысяч квадратных метров площади. Установлены скамейки, освещение и 150 мусорных баков. Ориентировочная стоимость проекта – 27 миллионов сомов. Из бюджета Алабукинского сельского округа выделено 12 миллионов. Реконструкцию планируется завершить до конца октября. Джибер Кабарбекова, Нуркасав Драхманова, Усман Улам Садарулум, Алмаз Сатаров, Аллатом, 24 Джалалабад. Из-за засушливого лета и недостатка поливной воды кормовые травы засохли. В результате многие фермеры были вынуждены продать более половины своего домашнего скота и заблаговременно начать заготовку кормов. Попытки выйти из затруднительной ситуации, таласские фермеры возрождают давно забытый способ заготовки кормов. Подробности далее. В Таласе, как и во всей стране, в этом году корм для скота продают намного дороже, чем в прошлом. По словам фермера Бахтия Раджайлабекаулу, который занимается разведением породистых овец, летняя жара и дефицит поливной воды привели к преждевременному высыханию кормовой травы. Ежегодно я покупал фору по 18-20 тысяч сомов. В этом году цены выросли до 35 тысяч. Если тюк сена стоил 80-150 сомов, то в этом году уже 300. Кормовая пшеница стоила 12 сомов. В этом году я купил ее за 26 сомов. Все резко подорожало. Надеемся, что в следующем году выпадет больше осадков, тогда корма будет больше. И все тяготы, которые мы испытываем на сегодня, останутся в прошлом. Чтобы облегчить нож, год за годом фермеры стараются упростить процесс заготовки кормов. В Таласе возродили давно забытый метод. Кооператив Мамбиджана-Таманасского района содержит более полутора тысяч голов овец и племенных коров. Такому большому хозяйству непросто запастись достаточным объемом кормов. Оттого, с прошлого года здесь начали экспериментировать с заготовкой. Преимущество таких кормов в том, что они питательные, экономичные. Коровы и овцы хорошо наедаются, есть здесь и все необходимые витамины. Наши предки выращивали этот сорт кукурузы специально для своего скота. Высота злака достигает полутора метров. Кукуруза – это высокоурожайная и созревает быстрее на 60-70 дней. Теперь мы будем увеличивать объемы посева. Весна в регионе наступает рано. Оттого, после сбора урожая пшеницы и ячменя, местные фермеры успевают посеять еще и кукурузу, урожай которой можно собирать до поздней осени. В результате накапливается достаточно много кормов. В начале августа мы собрали пшеницу и ячмень. Вместо этого на своих землях вновь посадили кукурузу. Урожай хороший – около 70 тонн с гектара. Буквально в течение трех-четырех дней будем уже заготавливать корма. Фермеры признаются, что этот злак становится все больше востребованным в животноводстве, как питательный и экономичный корм для скота. Сейчас таласские фермеры делятся своим опытом с другими хозяйствами, которые также занимаются заготовкой кормов и проводят для них специальные тренинги. Вопросы усиления международного сотрудничества женского предпринимательства Кыргызстана и России были подняты в ходе форума «Кыргызстан. Россия. Возможности и перспективы для бизнеса». Особое внимание уделялось вопросу масштабирования бизнеса, а также вопросам новых возможностей и перспектив для женщин-предпринимателей. Также в рамках форума была представлена выставка прикладного искусства «Наследие предков». В рамках Кыргызско-российского форума была организована выставка прикладного искусства «Наследие предков». Были представлены образцы народных ремесел, ткачества, вышивки, обработки кожи и дерева, а также гончарного дела. Сегодня свое творчество представила и Гульмира Акматова, мастерица, которая делает из шерсти мериносов нити ткани, а потом шьет эксклюзивную одежду. «Шерсть мериноса ценится тем, что она гипоаллергенна, сохраняет тепло и не задерживает влагу. Одежда из нее получается мягкой, да и прослужит долго, потому что все изготавливается вручную. Наше ремесло живет именно благодаря нашей памяти и почитанию наших традиций». Инициаторы женского бизнес-форума выражают надежду, что он даст новые возможности развитию партнерства и сотрудничества женского предпринимательства двух стран. «Наша задача – дальше развивать торгово-экономические взаимоотношения между Россией и Кыргызстаном и помочь предпринимательницам обоих стран развивать свой бизнес. А это означает развивать экономику России и Кыргызстана. Мы надеемся, что этот форум даст новый импульс для развития этих отношений». «Женщины, они умеют много делать своими руками, создавать красоту. И это должны увидеть многие. Мы сегодня тоже видели традиционные кыргызские изделия. Мы обязательно везем, вот я представитель Сибири, я везу туда в качестве подарка, в качестве того, чтобы увидели, что можно делать, какие действительно произведения искусства». На форуме были представлены не только уже реализованные проекты, но и новые бизнес-идеи для привлечения инвестиций. «Сегодня я посетила форум, чтобы представить свой проект. Мы много говорим о туризме. Наша цель – развивать именно эту сферу. Это важно для развития экономики страны». Также в Кыргызстане будут приняты дополнительные меры по усилению защиты прав инвесторов и улучшению благоприятных условий для ведения предпринимательства. «Под руководством президента Кыргызской республики начато проведение кардинальных экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. При этом создание цифрового пространства является важным компонентом развития. Уверен, что в ходе совместной работы на форуме будут представлены новые перспективные идеи, проекты инициативы, намечены новые контуры взаимовыгодного сотрудничества». Напомним, что для расширения экономических прав и возможностей женщин Конгресс «Женщин» выдает гранты на стартапы от 5 тысяч до 10 тысяч долларов. Нурбек Иманов, Амана Исраилова, Бигджан Токтасунов, Аллато, 24. Швейная продукция из Кыргызстана заняла свою достойную нишу на торговых комплексах «Самара». Местные модницы и модники с удовольствием покупают вещи в стиле спортшик, сшитые в Кыргызстане. По качеству они не уступают заморским аналогам, говорят оптовые покупатели. В этом убедился и наш коллега Мирбек Молдухунов. «Качество по доступной цене. Бренд, сделанный в Кыргызстане, набирает популярность в «Самаре». «Мой кировский вещевой» – это один из крупнейших рознично-оптовых торговых комплексов в городе. Более 25% всей реализуемой здесь швейной продукции произведено в Кыргызстане. «Раньше Китай, Турцию смешивали, Италию. А сейчас только наше производство, только Кыргызстане. Даже стараемся, уже не хотим смешивать». «Доступные цены, и много не добавляем, и народ терпит эти цены. Сейчас с пандемией эти границы все закрыты, перевозка тяжело становится. Раньше приезжали по 3-4 дня товара, а сейчас 15 дней, иногда месяц получаем, не получаем товар». «Качество пошива, ткани, фурнитуры растет с каждым годом», – отмечают оптовые покупатели. «Ну, в последние три года, как минимум три года, а так пять лет Кыргызстану, как я понимаю, уже на передовых позициях в России, по крайней мере. Потому что в связи с валютной ситуацией, с повышением, в данном случае, так как в России, ну, то есть с понижением рубля и повышением валюты, это Кыргызия сориентировалась очень быстро и стала выпускать. Вначале не очень, ну, пробовали, а потом достаточно хорошего качества, то есть, ну, то есть товар». Соответственно, существуют, как я понимаю, разные фабрики и фирмы, которые стали выпускать отличного качества вещи. Руководитель комплекса Марат Габдрахманов родился и вырос в Аше. В 1991 году с родителями переехали в Россию. Кыргызстанцам, работающим здесь, относятся как землякам. «Помогаем нашим согражданам, кыргызстанцам найти себя, найти работу. На сегодняшний день на данном объекте представителей Кыргызстана 500 только рабочих мест, плюс ровные дети и те, кто помогают в организации этого бизнеса. В общей сложности порядка полутора тысяч человек вовлечены в данную деятельность». Площадь в 5 гектаров освоена не полностью. В этом году намечается модернизация комплекса. «Уже новые современного типа торговые места, с отоплением, чтобы было предпринимателям комфортно, ну и, соответственно, покупателям, чтобы было комфортно находиться в нашем торговом комплексе. В последнее время тенденция идет к тому, что очень много желающих из Кыргызстана дополнительно, что люди хотят приехать, работать здесь. Всем рады, всех ждем». Спрос рождает предложение. Продукция «Made in KG» нашла здесь своего покупателя. Руководство комплекса приглашает представителей легкой промышленности Кыргызстана к сотрудничеству. Бирбек Молдаконов, Аскар Уланулу, Аллату-24, город Самара. В Хадамджайском районе Баткинской области появилось новое село. Местность, которая когда-то была засушливым, бесплодным полем, была освоена сельскими жителями и названа селом Джангаджир. В церемонии открытия приняли участие государственный секретарь Чулпомбе Кабыкеев, депутата Джоурку Кинеша и руководство области. Земля, которая была пустым, безжизненным полем 20 лет назад, теперь не узнать. Здесь возродилось сельское хозяйство, подведена поливная вода, поселились люди. Все это результат инициативы жителей села Кюльгон. Население сообщам назвали это местом Джангаджир. Достбух освоено уже 301 гектаров земли. Люди помогают друг другу. Семьям, которые только приехали поселиться сюда, все очень благодарны. Это место станет домом для наших детей. На открытии села Джангаджир присутствовал ряд гостей во главе с государственным секретарем Чулпомбеком Абыкеевым, который высоко оценил труд и старания народа. Было отмечено, что будут решены вопросы развития инфраструктуры и официального статуса села. Все это стало возможным благодаря местным жителям и молодому человеку по имени Асамбай Пазылов. Местные власти не верили и не поддерживали идею провести сюда воду через огромную гору. Они были убеждены, что такой тяжелый проект не может быть реализован. Однако люди своей настойчивостью и единством начали и завершили эту работу. И за 21 год орошены не менее 600 гектаров земли. И сейчас наш президент Садыр Нургаджоевич ставит серьезную задачу. В первую очередь поддержать такие инициативы. Одной из причин основания села Джангаджир стала нехватка сельскохозяйственных земель в районе. Поэтому жители села выступили с инициативой построить магистральный водопроводный канал протяженностью 2450 метров. Во время строительства были проведены взрывные работы на горе высотой 20 метров и длиной 250. Эти усилия жители были высоко оценены, и местные власти принимают все возможные меры для поддержки развития села. Сейчас здесь постепенно оседают люди. В настоящее время мы работаем над документированием регистрации этих земель в соответствии с законом. После мы позаботимся о развитии инфраструктуры. Всего в проекте, инициированном народом, были задействованы 2500 человек. Сюда, в Джангаджир, подведена не только растительная вода, но и проложена трехкилометровая дорога. Постепенно проводится электричество, расширяются домохозяйства. Сегодня большинство жителей здесь выращивают малину и зарабатывают этим себе на жизнь. За 20 лет в селе Джангаджир возродили 320 гектаров земли для сельскохозяйственных целей. Финансовую поддержку проекту предоставило Германское агентство сотрудничества. Абитуриенты могут получить образование на бюджетной основе ведущих вузов России. Руководители высших учебных заведений Иркутской и Томской областей посетили Кыргызстан и рассказали молодежи о преимуществах и возможностях обучения за рубежом. Вместе с этим училия прошли специальные курсы повышения квалификации. О развитии сотрудничества в сфере образования смотрите в следующем материале. Дистанционный метод обучения, введенный из-за пандемии, является новым для образовательной системы Кыргызстана. Ведущие вуз России организовали специальные курсы для преподавателей и поделились своим опытом электронного обучения. Они очень интересны и нужны. Во-первых, это новые инновационные технологии. Во-вторых, это необыкновенные, современные и очень нужные на сегодняшний день вопросы, которые мы решали на этих курсах. И то, что мы получили, это всё мы доносим до учеников. Это, во-первых, сразу. И, во-вторых, для учителей. На протяжении 10 лет Общественный фонд «Единство» предоставляет кыргызской молодёжи информацию о поступлении в ведущие университеты России. Ежегодно проходят акции по набору абитуриентов, желающих поступить в российские университеты. Представители ведущих профильных вузов рассказывают о перспективных профессиях, проводят мастер-классы и вебинары. За это время более 3500 студентов прошли обучение в различных вузах России. Мы помогаем абитуриентам не только тем, которые закончили школу, но и студентам, которые закончили направление бакалавриата, поступить, продолжить образование в российских университетах. Сейчас уже мы можем с уверенностью сказать, и это видим, что около 60% выпускников выбирают технические направления, которые наиболее востребованы, которые требуют специалистов высокой квалификации. Это гидроэнергетика, это системы радиосвязи, это IT-технологии, это космос. В настоящее время в Томском государственном университете обучается более 12 тысяч студентов. Из них более 2000 – иностранцы. Среди них и более 50 крыгызских студентов. Для ребят есть возможность учиться бесплатно, получать стипендию. Мы проводим такие мероприятия на территории Кыргызской республики, позволяя сделать доступным еще больше образования для ребят из Кыргызстана, чтобы они по окончании вуза при желании могли вернуться в Республику Кыргызстан, поднимать экономику, развивать взаимодействие с нашими странами. Есть у них возможность и остаться в России, и уехать в дальние зарубежья, но мы в основном ориентируем ребят, что, как говорится, где родился, там и пригодился, чтобы возвращаться, собственно, на свою родину. С каждым годом количество студентов, желающих получить образование в России, растет. На сегодняшний день в учебных заведениях России обучается более 16 тысяч кыргызстанцев, из которых почти половина на бюджетной основе по целевым квотам. И к этому часу у нас пока все. Оставайтесь на общественном первом канале. Берегите себя и своих близких.